Музыкант Музыкант это не профессия, не ремесло, это призвание, помноженное на талант. Так случилось, что материальным миром правят политика, экономика, математика и физика, поэтому технические специальности в цене. Но при этом не стоит недооценивать профессии искусства. Например, профессия музыканта. Ведь музыка это развлечение, воспитание, культура, идеология, да все что угодно. Человек тянется к прекрасному, ищет что-то светлое и понятное для него именно в творчестве. А музыкант сродни учителя. Его слушают, прислушиваются и делают выводы. Так что не стоит недооценивать социальную значимость этой профессии в обществе. На самом деле это не так просто, как кажется. Ведь для того, чтобы получить красивую мелодию, мы должны выбрать идеальную пропорцию аккордов, ритма, такта, гармонии и прочих музыкальных премудростей. А у начинающих музыкантов, помимо освоения всех-всех сложных терминов, еще вон и мозоли на пальцах, правда? Так что этот процесс нелегкий, но очень увлекательный. Так, я попробую. Ну, я не знаю, лучше доверим это дело профессионалу. 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 Чтобы больше узнать о профессии музыканта, мы приехали в Южно-Казахстанский музыкальный колледж. Побывали на занятиях по классической гитаре, прекрасном лирическом инструменте с необычайно мягким и умиротворяющим звуком. Терракурсник Николай Исаков гитарой занимается с 7 лет, и по сей день его интерес к игре на гитаре не иссякаем. Парень поделился с нами историей, с чего началось его знакомство с инструментом. Ну, в это время много выступали сыновья Алексея Дмитриевича. Ну, вот я тоже слышал их, и родители мне предложили, хочешь учиться у Алексея Дмитриевича, это очень хороший бедокок. Ну, мне, конечно, было интересно, но я решил заниматься гитарой. Поставьте первый вариант. Спросите у любого гитариста, и он вам ответит, что решение играть на гитаре было одним из лучших и самых правильных в его жизни. Несколько будущих музыкантов, пока обучающихся в школе искусств и музыкальном колледже, говорят о том, что учиться было нелегко, но тем не менее, музыке они готовы посвящать все свое время. И увлечения бросить не смогут до конца жизни. Переломные моменты были, конечно, когда слушаешь гитаристов и думаешь, добьюсь ли я такого. Есть сомнения некоторые, или если у тебя что-нибудь не получается, ты оставляешь гитару на время, но потом все равно в тебя нет инструмента. Ну, без музыки жизнь скучна, серая такая. И музыка для нас многое значит. Мы живем музыкой. Это как часть жизни, передача эмоций, выражение своих эмоций. В области музыки, как и в любой другой области человеческого знания, важную роль играют музыканты-педагоги. Именно они передают накопленный опыт, секреты мастерства от одного поколения музыкантов к другому. Один из ведущих педагогов по классической гитаре в Республике Казахстан, творческая деятельность которого известна не только в нашей стране, но и за ее пределами, Алексей Мурин говорит о том, что музыка – это искусство сложное, а профессия музыканта очень ответственна. Надо хорошенько подумать, прежде чем в это дело впрягаться, потому что это очень серьезное дело – заниматься музыкой. Это очень трудоемкое дело. Я, конечно, уважаю науку, технологию, это тоже требует таланта определенного. Но в музыканте сочетание вот этих вот качеств для музыканта и интеллект, физические тоже данные, эмоциональность, внутренний мир человека, артистизм, владение собой, владение собой на сцене. Некоторые играют очень хорошо, но выходя на сцену, они теряются, не могут с собой совладать. Вот это все создает, делает музыканта уникальной личностью. Каждая новая эпоха, каждое поколение стремятся выразить свои идеи, чувства, свое понимание окружающей действительности. И хороший способ передать это и сохранить это на века – это музыка. Субтитры создавал DimaTorzok